Добро пожаловать на наши онлайн-семинары. Сегодня у нас 15 модуль, в котором мы изучим умножение пятого уровня. Как вы заметили, мы проходим умножение пятого уровня после деления пятого уровня. Этому есть объяснение. В процессе обучения у нас далеко не всегда сначала разбирается умножение, а потом деление. Порядок зависит от сложности тем. На восьмом и седьмом уровнях мы сначала разбираем умножение, а потом переходим к делению. Но начиная с шестого уровня, сложность деления значительно повышается. Поэтому мы проходим деление по частям. Сначала изучаем часть деления. После этого проходим половину умножения. Потом разбираем следующую часть деления, после чего заканчиваем тему умножения. И похожая ситуация на пятом уровне. Как вы помните, предыдущие два урока у нас были посвящены делению пятизначных чисел на двузначные и трехзначные. Я думаю, что никто не поспорит с тем, что эти две темы очень сложные. В связи с этим мы рекомендуем сделать так. Сначала изучить деление пятизначных чисел на двузначные, потом пройти часть умножения пятого уровня, после этого разобрать деление пятизначное на трезначное, а потом уже завершить изучение умножения пятого уровня. Умножение пятого уровня можно разделить на три части Умножение трехзначных чисел на трехзначные Четырехзначных на двузначные И двузначных на четырехзначные Как вы понимаете, в ответах у нас может получиться вплоть до шести разрядов Как мы уже сказали, в умножении пятого уровня у нас три подтемы Умножение трехзначных на трехзначные Вот тут примеры умножение четырехзначных на двузначные вот тут и умножение двузначных на четырехзначные вот здесь. В прошлом уроке мы подробно говорили о количестве разрядов, делителе и частном. В умножении количество разрядов не так важно. Почему же? Потому что количество разрядов в множимом и множителе четко определено, а вот количество разрядов в ответе может быть разное. Иногда в ответе может получиться сумма количества разрядов множимого и множителя Например, вот тут трёхзначное на трёхзначное даёт шестезначный ответ Но также ответ может получиться и пятизначным Таким образом, в умножении может меняться количество разрядов в ответе В отличие от деления, где количество разрядов может меняться в делимом именно поэтому по правилам если говорим о умножении то нужно указывать сколько задано разрядов в множимом и множители и сколько они дадут разрядов в ответе а вот в делении мы говорим сколько задано разрядов в делителе и частном и сколько будет в таком случае разрядов в делимом это момент который каждый преподаватель обязательно должен понимать и быть состоянии объяснить ученикам мы уже отметили что умножение пятого уровня у нас три части теперь мы вспомним что у нас есть два способа вычисления голова к голове и хвост голове в принципе голова к голове также есть два варианта считать в одном направлении или от меньшего числа к большему давайте вспомним это на примерах возьмем первый пример стартовая позиция у нас 6 так как у нас тут в множимом и множителе одинаковое количество разрядов будем считать в обычном направлении справа налево 8 на 5 40 8 на 9 72 8 на 3 24 переходим к следующей цифре 0 мы не набираем но не забываем обозначить его разряд переходим к 2 2 на 5 1 0 не забываем набрать 0 2 на 9 18 2 на 3 6 ответ 4 7 5 не забываем сразу набрать запятую 5 8 6 мы уже говорили в предыдущих уроках что умножение самое сложное это ноль потому что ноль не нужно считать но нужно не забывать набрать его на абакусе также в случае когда у нас получается число меньше десяти и надо набирать на следующем разряде про ноль тоже нельзя забывать это не забывать